Это просто работа. Напоминают они себе иногда. Здесь есть правила и распорядок. Здесь ценят за скорость мышления и ловкость рук. Все как везде. А потом внезапно между выжил и не стало пропадает время. И они бьются за каждый удар чужого сердца. Огромную победу они часто скромно называют чудом, а тонкая линия на экране остается шрамом в душе. Это просто работа. Обманывают они себя иногда. Наш рассказ о тех, кто спасает жизни. Мнение людей о том, что с появлением антибиотиков, с хирургической инфекцией покончено, оно оказалось ошибочным, потому что инфекция приспосабляется ко всем антибиотикам, она становится устойчивой к ним. И победить ее антибиотиками невозможно. Поэтому нужно делать оперативное вмешательство какое-либо, раскрывать, убирать этот гной, а потом уже добавлять лечение антибиотиками. Был такой у нас пациент, который сказал, что я 10 лет отработал в МЧС, но такого ужаса, как у вас, нигде не видел. Мы очень долго смеялись над этим. Почему называют непристижной? Может быть, в других отделениях, например, в кардиохирургии, оперируют сердце, в нейрохирургии оперируют головной мозг, позвоночник, а в гнойной хирургии оперируют гнойные процессы. Ну и кроме этого, здесь есть еще несколько протологических коек, на которых идут операции у больных с хроническим геморроем, с острым геморроем, с парапрактитом, с анальными трещинами, с опухолями толстой кишки. Может быть, это менее интересно вскрывать просто абсцесс, флегмону, ежедневно там ее перевязывать, выхаживать, чем сделать большую красивую операцию, и потом наблюдать, как больной поправляется. В гнойную хирургию люди не рвутся так, чтобы целенаправленно попасть в гнойную хирургию. Поэтому кто-то шел в гнойную хирургию из других отделений, так, направлялся на работу. Бывали такие случаи, что в гнойной хирургии не хватало рук, и так люди командировались сюда на какой-то период времени. Сейчас у нас ситуация изменилась. Сейчас у нас достаточное количество ординаторов, которые работают, которые, ну, по моим сведениям, не собираются уходить. После реанимации, когда я попал в это отделение, я первым делом сказал заведующего отделения, я попал в рай. Здесь немножечко так работа отлажена, благодаря, я думаю, что, может быть, заведующего отделения, потому что чувствуется рука хозяина, понимаете, хозяина. Причем доброжелательная такая обстановка, и у него такие рабочие отношения со своим коллективом, доброжелательные, вот это все видно. То есть лечит не только лекарствами, но и словом. В этом отделении нравится работать, потому что здесь сталкиваешься с разными хирургическими патологиями. Это заболевания грудной клетки, брюшной полости, заболевания воспалительного характера нижних конечностей. Непростой контингент. А где легко? В основном это, как сказать, люди без определенного места жительства, либо люди, потребляющие алкоголь, и асоциальные. У нас вот сейчас целая палата таких. Приносим из дома одежду, обувь. Все приносим, одеваем кто-то, подкармливаем, все бывает у нас. Это не входит в наши обязанности никоим образом, но человека на улицу не вынесешь, на скамеечку не посадишь. Поэтому наши доктора занимаются оформлением группы инвалидности и оформлением пациентов таких в реабилитационные центры, в дом-интернаты. Все равно жалко. Вроде бы на улице мимо прошел, а тут вот они лежат. И вы знаете, благодарнее пациентов, чем они нету. Была ситуация у нас, когда, наверное, лет 7 назад лежал молодой человек Горохов. Я его даже помню. Зимой отморожение привезли к нам сюда, ампутировали обе ноги. И когда мы, значит, уже, ну вот все, вылечили его, и он отправился в свой интернат, он там встретил девушку. Сейчас у них счастливая семья. Через себя это все пропускается. Это однозначно. Потому что нельзя, знаете, человек не автомат. Он не может, там, скажем, сделать перевязку, сделать операцию, потом забыть об этом. Ну, то, что вот вчера, как я говорил, ухудшилось состояние больного. Конечно, я там до 10 часов вечера я постоянно вызванивал отделение и узнавал, как, что. Требовал, чтобы меня снимки отправили по Вайберу. Смотрел их. Снова звонил. Говорил, что да, лечим, продолжаем. А вот, кстати, больному стало лучше. Очень сложно работать с молодежью. Когда вот эти вот молодые мальчики и девочки поступают с гертикулитами и колитами, когда выводится у них илиостома, когда вот они были совершенно здоровы, вчера бегали везде, были свободны, а сегодня они оказались на операционном столе, а очнулись в реанимации, и у них выведена стома. И ему 22-23 года. Ну, это все, это начинается паника, это начинается страх, истерика, просто они не хотят жить, мы начинаем выводить их из этого состояния. Очень долго выводим. Потом начинаешь работать с его родственниками. Даже не столько ты работаешь как медик с ним, ты работаешь как психолог. Основная масса, она, я не скажу, что она уходит счастливыми, но они уходят, по крайней мере, в лучшем состоянии, чем были до госпитализации к нам. Хотелось бы много перевязочных материалов, современных, но стоимость их такова, что одна перевязка будет обходиться в порядке 500-600 рублей. Хотелось бы, как я уже говорил, вот эту технику, которая нужна в операционной, много что хотелось бы. Чувство удовлетворения, это самое главное в нашей профессии. Просто-напросто. Уже вот как бы, да, тяжело, да, трудно. Бывает, думаешь, а с другой стороны, вот посмотришь на вот это все, да, когда говорят спасибо, когда уходят как бы благодарные, прямо вот чувство такое вот, летать хочется, честное слово. Субтитры создавал DimaTorzok